Насколько важно выработать сейчас иммунитет в нашем подрастающем поколении? Иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником Церкви, ее членом. Я вам уже сказал, что очень много вопросов будет связанных с пониманием Христа. Пониманием не просто, который включен в контекст, что ли, истории и какого-то философского осмысления, а пониманием даже и тех истин, которые Он нам дал. Дал как своей жизнью, своим мучениям, своими крестными страданиями. И, повторяю, два слова просто. Помните, какие вопросы нам поставлены были на православном мусульманском диалоге? Зачем крест? Зачем воплощение? Почему Бог, вы говорите, есть любовь? И означает ли это отрицание справедливости? И так далее. Но есть еще целый ряд вопросов, друзья мои. Чрезвычайно важный вопрос. В чем же сущность христианства? Как понять эту религию? Что она открыла человеку? Ведь, вы знаете, можно от этого вопроса отделаться, знаете, как легко. Все, Христос принес нам спасение. Христианство – религия – спасение. И все в порядке. Как только мы сказали это слово – спасение, так вы знаете, сколько здесь возникает предложений, предположений и домыслов. Спасение – что это такое? В 1973 году в Бангкоке проходила Всемирная конференция христианская, организованная Всемирным Советом Церквей, Всемирным, то есть, Экуменическим Советом Церквей, на тему спасения сегодня. Лучше не придумаешь. Когда с этой конференции вернулись два наших представителя, имена ни за что не назову. Так? И они стали нам рассказывать, то мы, то есть, мы – это кто-то. Это была просто… В советское время была только одна синодальная комиссия. Только одна, больше не было. Только одна. Туда входили все члены синода, много архиереев, несколько священников, несколько мирян. И всё. Так? Когда они нам рассказали, то мы были, ну, не то что удивлены, мы были шокированы, что происходило на этой конференции вокруг темы спасения сегодня. Оказывается, все основные докладчики, поступавшие там, говорили о спасении от голода, от невежества и необразованности, от эксплуатации простого народа в различных странах мира, от нарушения свободы и прав человека, от засилий транснациональных корпораций, от процесса уже тогда начинающих глобализации. И ни слова, слышите? Спасения от греха, от страстей, от того зла, который коренится в душах человеческих. Когда несколько православных представителей, бывших там, на этой конференции, попытались пропищать, что что же мы? Христос-то пришёл спасать от чего? Не должны ли вы поднять свой взор к небу? Вы знаете, что было? На них посмотрели, как на каких-то вдруг воскресших динозавров допотопных, которые абсолютно ничего не понимают в современной жизни. Да, разве христианству заниматься грехами? Какие грехи? Мы должны заняться транснациональными корпорациями. И если хотите, и вот тут очень любопытный факт. Он вам пригодится когда-нибудь? Я уже сказал вам сегодня, говорил, что в протестантизме уже понятие истины утеряно. Есть мнение. Утеряно и другое. Антиподом истины, если хотите, является понятие в богословском языке какое? Какой? Ересь! И поскольку Всемирный Совет Церквей заполнен на девять десятых, нет, наверное, больше, церквами протестантскими, слышите, я употребляю слово церковь в экуменическом значении. Слышите? В экуменическом. Понятно вам. Так? На девять десятых и больше Всемирный Совет Церкви заполнен протестантскими церквами, то там за всю историю всего только, кажется, один раз, ну, я уже боюсь, так уж, настаивать уж очень сильно, может быть, два раза, может быть, но один раз точно было употреблено понятие ереси. И в отношении чего, как вы думаете? Ну, вы сразу сейчас богословски осмыслите, ясно тут что-то, какие-то, да, вещи, которые противостоят, противоречат оросам, то есть догматическим определениям соборов, да? Как вы ошибаетесь? Какие вы невежды после этого? Ересью был назван апартеид в Южной Африке. Ну, как? Как? Слышите, какое возвышенное богословие? У вас, наверное, никогда и в голову такое не могло прийти. До чего вы отстаёте? Ересь апартеид в Южной Африке. Ни слова о духовной жизни, ни слова о духовном зле. Речь шла только, только о тех вещах, которые касаются политической, социальной, экономической жизни мира и общества. Этим была занята всемирная конференция христиан. Слышите? Представители трёхсот приблизительно церквей были там. И вот, оказывается, что главная задача. А теперь, пожалуйста, подумайте. Обращаю ваше внимание. Подумайте. Это серьёзное дело. ведь Христос за свою жизнь, которая описана в Евангелии, ни разу не коснулся ни проблемы эксплуатации, ни проблемы рабства. А вы помните Римской империи? Рабалдельский строй же! Помните? Никаких-нибудь проблем торговли и экономических задач, ни политики, ничего не коснулся! Вы подумайте только! Ничего! Не осудил даже рабство! Не осудил зависимость как же народа еврейского от политического Рима! Ничего! А Всемирная конференция христиан только об этом и говорит. Пожалуйста, прошу сделать вывод. Каково же христианство тогда всех этих церквей? Христос даже не коснулся этого! Здесь только об этом говорят! И никакого пересечения на конференции ни слова, как нам представители эти сказали, абсолютно это, как принято говорить в экуменическом мире, этой вертикали абсолютно не просматривалось. Её просто не было! А голос православных участников он просто потонул в этом море экуменических протестантских голосов, которые были заняты только одним исключительно материалистическая платформа, материалистическая идеология. Никакой Бог не нужен! Слышите? Тот Христос, Который в Евангелии не нужен, Он не тем занялся! Кстати, вы теперь понимаете, когда мы о Христе говорим, когда говорим о Христе, кто же Он? Я помню, хожу по Третьяковке в советское время, что-то на минутку остановился, ну, так постоял у картины Крамского «Христос в пустыне», может быть, вы помните, когда он сидит в задумчивости, и вдруг тут, смотрю, шумная толпа идёт, идёт учительница молодая и целая группа учащихся, ну, школу, причём учащихся уже старших класса. Она подходит и бойко начинает им объяснять, что здесь изображено. и в частности, она совершенно спокойная, вот видите, вот Христос сидит, думает, он думает о том, о революции, как бы избавить еврейский народ от гнёта Рима. А я стоял рядом и чего-то так вот не выдержал, и чего-то такое так сказал, искушение. Тоже несколько человек отделился этой группы, и потом давай ходить со мной, старшеклассники. Вот так. Но я подумал, Боже мой, ай-яй-яй, бедная, Христос думает о революции. Как же её это совершить? Что бы такое сделать? Я удивился. Вы слышите, как можно накачать, извините за это слово, как можно внушить. И люди, которые, видимо, никогда даже не читали Евангелие, могут поверить в эти басни. Кстати, теперь эти басни становятся реальностью. Так называемая богословие освобождения или богословие революции как раз об этом и говорит, что Христос именно это принёс. И мы должны осуществить своё служение миру, которым Христос только дал начало, а мы должны любыми средствами вплоть до революции, до революционных методов бороться за освобождение людей от и начинается. Рабство, эксплуатация, невежество и прочих всяких вещей. Вы слышите, проблема-то непростая оказывается совсем. Кто же Христос и зачем же Он пришёл? Зачем же Он пришёл? И как же понять это Его учение, которое касается, как мы видим, духовно-нравственных начал, значит ли это, что Он полностью игнорирует, игнорирует, значит, все земные проблемы людей, да? Или как понять? Не правда ли вопрос? А в этом стоит поговорить? Наверное, стоит. Поговорим. Поговорим. Вот так. А в связи с этим значит вопрос о сущности и христианстве. Какова Его задача? Я же говорю об этом. Какова же Его задача? Социальная? Социально-политическая? Основная задача Его именно благоустроение жизни человеческого общества и каждого человека на высоком материальном уровне? Или что-то ещё? Ой, как это важно! И вы знаете, в каком плане? Вот в таком простом мы ещё всё скажем. Ну, понятно, что это чепуха. Христос говорит не о царстве земном. Это, кажется, ещё можно понять. Кажется легко. На самом деле не так просто, как кажется. Причём, вы знаете, в чём одна из сложных проблем, перед которой сейчас стоит огромное количество православных христиан? христианство. Слышите? Которые, даже и не думая об этом, на самом деле полностью устремлены по тому же пути материалистическому. Слышите? Даже не понимая это и под каким флагом. Именно. Очень многие рассматривают христианство как мистическое средство избавления от всяких бед, вот этих наших земных бед. Слышите? У вас что-то заболело? У вас кто-то пьёт? Алкоголик? Что нужно сделать? Отвечайте! Ехать неупиваемой чаши к иконе. Разве это не ясно? Ну, конечно, ясно! Да пусть за сотни километров, за тысячи, да как же мой человек погибает, родной? Я к неупиваемой чаше еду к иконе. Ведь понятно, что перед, например, Владимирской иконой молиться это бесполезно. Или Казанской. Мы же молимся не Божией Матери, а иконе же. Неужели это непонятно? Неужели это непонятно? Вы слышите твёрдое убеждение? Надо молиться перед этой иконой. Нужно молиться эти читать молитвы. Нужно в этом храме. Нужно перед этими мощами. Надо такому-то святому молиться, чтобы помочь получить то или другое. Этому, слышите? А не другому. То есть никто прямо не говорит, что не надо другому. Но всем и так ясно, что только этому надо молиться. Разве непонятно? Вы слышите, какие вещи-то? Причём это именно и поможет, если вы не ошибётесь. А будете молиться этому святому, такими-то молитвами, такой-то акафис, и ничто другое. Что это древние подвижники, которые ничего этого не знали? Отсталые люди творили там молитву Иисусу. И всё. Мы знаем, что нужно сделать. Так, мы касаемся какого объяснения христианства? Уже понимания христианства как некой магии. Чем характеризуется магия? тем, что предписывает, какие конкретные внешние, подчёркиваю, действия надо произвести для достижения поставленной цели. Магия совсем не интересует магию, не интересует внутреннее состояние человека. Вы слышите? Абсолютно не интересует. Я каким был, таким остаюсь. Да никому не интересно. Мне надо только знать, куда поехать, что сделать, что прочитать, что принести. А я? А ты? Ну, каким был, таким остался? Слышите, какая религия? Какая? Православная. Вы что, против чудоторных икон? Да. Против мощей? Против акафистов и молитв? Сразу раз из одной крайности в другую. Маятник, он же не может на середине остановиться, правда? Или туда, или сюда. Вы слышите? Правда ли это или нет? в этом суть христианства? А уж не говорю о другом, когда христианство рассматривают как средство получения, просто получения чего? Различных благодатных даров. Мне один архиерей рассказывает из нашей лавры, он рассказывает и смеётся. Говорит, как ему один рабочий здесь, он ещё был здесь в лавре, говорит, сколько вы лет тут в монастыре? Он говорит, да 15 уже. И что вы, до сих пор прозорливости не получили? Что-то? Что прокут от вашего монастыря, от вашего монашества? Вы слышите? Да. Христианство, что вы, такое средство замечательное, можно и прозорливость приобрести? И дары чудотворения, и предсказания? И что? И многие это видят. Соответственно, ищут людей, которые уже достигли прозорливости, ищут старцев. Каких? Которые нуждаются в спасении, что ли? Вы что, ищут? Многие ли ищут действительно того разумного духовного человека, который подсказал бы мне, что мне, как мне молиться? Как мне проводить правильно свою жизнь и день, и жизнь проводить, чтобы это было с духовной пользой? Многие ли? Нет! Нет! Как мне найти жениха, как невесту? Как мне излечиться от той или другой болезни? Как мне вести свои дела? И вообще один материализм. Это на 90-е, я не знаю, больше процента. Я вот часто говорю, если бы кто-нибудь с магнитофончиком подошёл к огромной очереди, стоящей, допустим, к Матроне Московской, включил бы его и начал подходить бы и спрашивать, вы что стоите? Зачем? Муж гуляет. Вы зачем стоите? Брат пьёт. Вы что стоите? Дочка неудачно замуж вышла. Вы что стоите? Сын никак не устраивается. Вы что стоите? Печёнка болит. Вы что стоите? Селезёнка трещит. Пройдёте сотню другую людей, скажете, простите, а что ж ни одного ответа я не услыхал? «Как мне избавиться от осуждения? Как мне избавиться от зависти? Как избавиться от алчности?» Вот ни одного вопроса. Вы слышите? Полное благочестие стоят к тому, кого считают святым. стоят с чем? С молитвами? Православие? Зачем стоят? Когда Христос напитал пять тысяч человек, то помните, что в Евангелии было? Народ хотел, как там слово употреблено, ну, неудачное, помню, для современного языка, нечаянно взять его, Христа, и сделать его царём? Вот кто нам нужен! А он своей пропути боженно нищий духом, кроткие там и прочие, ой, 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 это потом, 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 и сделать царём. И вот здесь ещё один у нас возникает как раз вопрос. Действительно, какой Христос нужен современному православному человеку? Какой нужен Христос? Вы слышите, наверное, сплошь и рядом. Нам нужен царь. Какой? Благочестивый, православный. Всё! Царь нужен. Когда Нектария Оптинского спросили преподобного, будет ли нас царь? Он ответил, антихрист, антихрист, антихрист. Мороз по коже! Почему? Что ищет не Бога, а земли. И Христос, который сказал «Царство моё не от мира сего, был предан и распят. Не нужен нам такой царь». И всё под флагом христианства. Мы сейчас приближаемся к времени, к времени всё более сгущающемуся, всё более воплощающемуся нормы, когда мы прямо открыто скажем «Нам нужен не Иисус Христос своими духовными там всякими вещами, нам нужен Христос, то есть помазанник, нам нужен Мессия, нам нужен Спаситель какой, который избавит нас от всего того, о чём говорили на всемирной христианской конференции в Бангкоке». Поняли? Кто он? Знаем, кто он. Предвозвещенный человек греха, беззаконник, который выдаст себя за Бога и будет требовать поклонения себе как Богу и который в священном предании Церкви именуется Антихристом. Слышите, православие может привести человека к чему? Я говорю, такое искажение православие, что может вместо Христа Антихриста признать за своего Спасителя. Не правда ли серьёзные какие вещи? очень легко. Очень легко. Когда мы забудем о том, ради чего пришёл Христос, ради исцеления души, исцеления, освобождения от этих мучающих человека страстей, и всё внимание обратим на внешнее благоденствие, на устроение земного блага, на внешнее благолепие Церкви. Не забудьте такого благолепия внешнего Церкви, которое было до революции, не часто встретите и во мгновение ока, как коровы языком, ничего не осталось от этого. А сколько труда! Вы представляете, сколько труда! Это надо было построить. Эти сотни монастырей, это тысячи храмов, десятки тысяч духовных школ. Вы представляете, сколько это труда? Вы представляете? И раз! И всё! Перед Второй мировой войной осталось всего четыре правящих архиерея. Поняли, в чём дело? Поняли. Когда душа покидает тело, оно разлагается и уничтожается. Тот, кто читал о духовной атмосфере, духовной атмосфере, которая царила в нашей церкви, в наших школах, в частности, и в нашей, и в этой, так, то сразу поймут, почему совершилась революция. Ибо церковь, учтите, церковь, то есть, мы с вами, слышите, мы с вами, являемся закваской всего теста народа. И если эта закваска окажется испорченной, и хлеб будет негодным, соль, когда потеряет свою силу, выбрасывается вон, даже в удобрение не годится. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Оказывается, возможно, такое искажение православия, православие, попробуйте сказать, что мы против всего этого, такое искажение, в котором ничего может не остаться от православия. Так вот, оказывается, есть разные понимания сущности христианства. И вот такое мистическое искание благ, и такое понимание всей внешней, я бы сказал, стороны церковной жизни, когда человек всё полностью благочестивый и принимает крещение, и причащается, и ходит в храм, и подходит на исповедь, на которой отчитывается о проделанных грехах. Не смешивайте, потому что есть покаяние, а есть отчёт о грехах проделанных. Можно так понимать, а самому таким и остаться, не касаясь своей души ни на одну йоту, а все гады, которые в душе копошатся, их и не трогать, только давать им пищу и не трогать никакой борьбы со страстями, избави Бог, не боритесь со страстями. Вы думаете, что я шучу? Чёрным по белому читаю у афонского старца Порфирия, который говорит, не боритесь с грехом, не боритесь со страстями, любите Бога. Интересно, какого? наш Бог христианский говорит, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, то есть должен бороться с грехом. А здесь что такое? Ещё одна из тем, очень серьёзная тема, в которой подчас относится очень небрежно и легкомысленно, это тема о грехе, о понятии греха. Чрезвычайно важная тема. Важная не только в плане, в плане, так сказать, духовной жизни человека, но и в другом плане, в плане понимания того, что совершил Христос и кто Он есть Сам. Ибо грех может быть очень разным. В Священном Писании есть два понятия греха. Одно понятие, которое на Европе более нам известно, это вот всё то, что зачитывается нам во время исповеди и что мы кое-что произносим. Личный грех. И совсем другое есть, совсем иное, о котором мы часто слышим, что Христос пришёл победить грех и часто видим то в единственном числе, то во множественном говорится о том, что сделал Христос за грехи наши, за грех наш. Что это такое? Интересно, о чём идёт речь и что с этим связано? Что это за понятие первородного греха? Что это такое? А в этом стоит поговорить. Ещё как! Тем более, что здесь ещё есть такой важнейший момент, без понимания которого мы очень многих вещей не поймём. речь идёт о наследственности определённой. Мы рождаемся не только физически, воспринимая подобные, похожие свойства своих предков, но, оказывается, не только физически, не только психически, не только свойства характера. Слышите? Говорят, ух, похожие, один к одному – отец и сын, мать и дочь. Нет! Это всё внешнее, это всё кожа, а другое есть. Мы находим в Библии интереснейшее выражение «Есть, оказывается, род Каинов». Ой! Ой! В те времена, когда ещё наши деревни были общинами, там ой, как смотрели! Вот там не бери, не женись, у них там прадед повесился. Ой! Замуж не выходи! Там, знаете, вор был у них в роду, слышите? Или разгульный был парень, добра не будет, смотри! Вы слышите? Как наблюдали! А почему так наблюдали? Ну, подумай, что там кто-то был прадед, дед! Опыт говорит, что, оказывается, по наследству передаются не только черты характера и внешние характеристики, а передаются и страсти. Страсти! Не виновен человек в том, что он их получил, но бедняга, как ему трудно будет с ними потом жить! Не так просто их искоренить, да и многие или за это берутся. Мы говорим о чём? О том, чем наполнена вся Библия, о чём наполнена предание всех, если хотите, народов. О чём? О так называемом родовом грехе. Очень интересная тема, тоже самое. и без понимания её, мы очень многого не поймём. Может быть, одно ещё из наших с вами тем будет эта тема таинств. Что происходит в таинствах? Как их понимать? эта тема уже давно в действительной жизни нашей церкви приобрела характер, я бы сказал, в высшей степени ответственный. Уже давно, к сожалению, отношение к таинствам в народе приобрело характер магический. Главное – крести. Верит, не верит, там такое имеет значение. Символ веры священник за вас прочитает. О чём говорить? Крёстые стоят, хихикают, дунь-плюнь. Главное – крестить и всё. Ведь Бог – это же не личность, которая смотрит на сердца человеческие, да? В магии главное что? Правильно совершить обряд, произвести соответствующие действия и всё. И здесь тоже. В Древней Церкви оглашение занимало минимум три года. И до семи лет. Многие не дерзали приступать к таинству крещения до тех пор, пока не становились совершеннолетними. Более того, до двадцати с лишним лет, Василия Великий, тридцать даже лет. И не боялись, что вдруг умру некрещенным. Не было никогда такого взгляда и учения не было, чтобы христианин, искренне верующий человек, живущий, стараясь жить по заповеди, так вдруг, если умер, не успел креститься, чтобы всё, он уже погиб. Единственный человек, кто это утверждал, Августин Блаженный. Но у него много всяких есть вещей, которые церковью отвергнуты. Никогда такого учения не было. А зато потом получилось рассматривать на крещение, как моги главное крестить. Как? Что? Почему? С чем? Где вера? Чего? Нет. Никакого внимания. Не случайно сейчас, вы знаете, вводят, прям специально вводят огласительные беседы, хотя бы одну-две беседы. Конечно, это сверхмало. Но чтобы люди хотя поняли, вы зачем пришли? Вы зачем пришли-то? Окунуть, что ли, вас, да? Крещение по-грессии в аптизе, то есть погружение. Три раза погрузить, два вынуть, да? Или что вы хотите? В аптизе. Вы знаете, это печальное явление. Теперь вы понимаете, почему церковь начала разрушаться? Потому что полуверы и неверы оказались членами церкви. Потому что христиане на них смотрят, говорят, крещённые, а он живёт хуже некрещённого в тысячу раз. У некрещённого хоть совесть есть, а у этого крещённого уже ничего нет. Нередко такое можно услышать. Таинство. Ой, как это важно! И этот первый принцип важнейший. Таинство и магия. Мы же с вами апологетикой занимаемся. Слышите? Не забудьте. Сопоставить эти два явления. Как они соотносятся между собою? Какое значение имеет внешняя форма? При каком условии она должна быть, эта внешняя форма? Как к ней нужно относиться? И ещё раз говорю, таинство – это не магия. И без понимания этого таинство теряет свою силу. Вы знаете, что мы найдём у святых отцов? Какие выражения? Что оказывается? Оказывается, если ты лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Ну-ка, попробуйте вы кто-нибудь скажите так. Вам тут же перцу подсыпят. Как? Я сам был его крестили. Крестили? Да? Венчали? Вы не ошибаетесь? Провели церемонию крещения, венчания. А насчёт Духа Святого не заставишь своими действиями войти в человек. Он смотрит на душу человека, а не на обряд, не на внешнюю церемонию. Марк Подвижник преподобный так и пишет. Если ты веруешь, то тут же тебе по крещению даётся Дух Святой. А если лицемеришь, и по крещению не даётся. Если неверно, а неверному, как он пишет, а неверному и по крещению даётся. Вы слышите, как святые отцы говорят об этом? Это полностью утрачено, совершенно утрачено. То и дело, только и слышишь. Да. Главное крестить. Священие говорит, нет, надо пройти хотя бы, послушать. А, нет, пойдём в другой храм. Нам некогда там заниматься всякими вашими, выслушивать ваши там. Некогда. Там пол-литра на столе уже стоит. Тема высшей степени важная. Вам понятно, наверное. Воскресение Христово. Как-то у нас уже сложилось убеждение, то есть, не то, что убеждение, мнение, что тут ничего доказать нельзя. Только, мол, это можно поверить и всё. Ничего подобного. Если мы подойдём к этому вопросу, с точки зрения тех принципов, которые стоят в опознании исторических фактов, то мы можем, знаете, с такой силой показать, что воскресение Христово – это действительно факт, что никаких сомнений просто не должно быть. Только надо посмотреть, а в истории что считается фактом? Надо об этом подумать. Надо подумать, что? Об этом будем говорить с вами. И тогда увидим. Да, доказательства. Потому что в каждой науке доказательства свои. Вы должны это понять. Одно дело в арифметике, математике, алгебре доказательства, другое дело совсем в истории, в науке истории, в гуманитарных науках свои принципы, свои доказательства, свои необходимые условия для того, чтобы принять этот факт в качестве достоверного. И об этом Потому что если Христос не воскрес, тщетно, пуста и бессмысленна тогда наша вера. Всё! Бессмысленна тогда. И всё наше христианство ничего ровным счётом не стоит. Так пишет апостол Павел. Поэтому об этом мы действительно должны будем с вами тоже поговорить, как об очень важном, таком, чрезвычайно важном событии в истории жизни Иисуса Христа и в истории Церкви. Ну, и я вам скажу, может быть, наконец, наконец, вопрос, который сейчас приобрёл особую важность, особую насущность и без знания которого очень часто наши даже самые блестящие выступления могут оказаться домом, построенным на песке. Речь идёт вот о чём. Ну, хорошо, Бог есть, ладно. Ну, хорошо, есть. Но религий много. Много. А почему вы утверждаете, что нужно верить во Христа и быть христианином? Почему это вы? Что, потому что родились в православной среде, да? Дедушка и бабушка вам сказали, да? Какой-то этот бородатый священник вас научил, да? Какие у вас доказательства? Какие? Вопрос об истинности христианства? Я вам скажу, это в высшей степени важный вопрос. Кстати, хочу предупредить вас, что в такой постановке вопроса, если в каком-нибудь вы, извините, философическом обществе, в научном собрании, вдруг скажете, вот я бы хотел или хочу вам предложить тему об истинности христианства. вас осмеют об истинности. Уже Пилат сказал, что есть истина, и не захотел даже слушать. Какое, что, что можно говорить о какой-то истинности? Говорю вам, да, не только можем, должны и, скажу вам, христианство имеет такие аргументы, подтверждающие его божественное происхождение, объективное, подчёркиваю, подтверждающие его божественное происхождение, которых не имеют, но это уже совсем по секрету, совсем по секрету. Ни одна религия. Ни одна религия. Так не будем и говорить, а просто в диалоге можно спросить, пожалуйста, скажите, почему вы считаете, что ваша религия имеет божественное происхождение? Какие у вас аргументы? Это очень интересно. Пожалуйста, приведите, скажите. Я уверен, что, не зная, что сказать, вам тоже скажут, а вы скажите. Ой, с удовольствием! С удовольствием! И давайте, чем больше людей, тем лучше, чтобы все услышали. Эта тема, я вам скажу, чрезвычайно важная, друзья мои. И эту тему мы с вами будем рассматривать. И если хотите, если хотите, что вот эту тему, которую я вам называю, в общем-то, последней, на самом деле она будет проходить красной нитью через весь наш курс. очень многие темы мы с вами так и будем заключать. Вот смотрите, видите, 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 что остаётся делать? Только одно – признать, что эта истина не могла выйти из земли. Нет истоков. Нет никаких истоков. Остаётся только одно. это истинно действительно является голосом самого Бога, имеет божественное происхождение. И, следовательно, если одна, другая, третья, пятая, что нам тогда придётся сказать? что всё христианство – это не религия земли, это не выдумка какого-то Иисуса или каких-то апостолов, рыбаков, а что действительно религия, открытая Богом, данная им, и, следовательно, она является истинной. Правда, сделать такой вывод было бы чрезвычайно интересно? По крайней мере, для каждого человека, кто действительно ищет, кто не ищет, тому вообще ничего не надо. Трынт, трава. Было бы, что поесть, повеселиться как-то, да, хлеба и зрелищ. Ну, что бы этих людей говорить? О них уже сам Бог сказал перед потопом. Не имать дух мой пребывать и всех человечес за ней суть плоть. Мой дух не может пребывать в этих людях, потому что они одноплоть, плотские. То есть, это те, от которых произойдут обезьяны, как мы с вами уже договорились уже, на первой встрече. Ну, вот, приблизительно так. Может быть, ещё один вопрос, который, может быть, удастся нам рассмотреть, и надо бы, это имеющее большое апологетическое значение, это вопрос о том, как понимать спасение, спасение в христианстве. Ведь есть разные точки зрения, скажу, на спасение. Я уже говорил, есть теосовская точка зрения, когда все религии ведут к одной цели, и, следовательно, все религии спасают. Можно не беспокоиться. Есть точка зрения очень жёсткая, очень жёсткая. Спасаются только крещённые. Не крещённые? Погиб. Или спасаются только православные. То есть, то есть, это что значит? Сейчас шесть с половиной миллиардов людей. Православных, не знаю, ну, миллионов, сколько там, ну, двести, триста. Слышите? А из этих православных сколько на самом деле православных? Сказать вам сколько? Я и ещё небольшая группа. А остальные все неправославные? Ну, вы, конечно, бесспорно, присутствующие и не говорят, да. Не всё. А остальные какие неправославные? Одно название. И таким образом, кто ж спасётся? Ну, слава тебе, Господи, мы. А остальные все погибнут. Есть такая точка зрения тоже жёсткая. Есть ещё одна точка зрения, которая иначе смотрит, которая говорит, что Христос спаситель всех человеков. Христос не все религии ведут к одной цели, слышите? Ничего подобного. А Христом принесено спасение. Но как? И говорит о том, что требуется от человека. И что происходит, если он не делает того, что требуется от человека. какова вечная участь такого человека. Эта точка зрения прямо сразу вспоминает слова апостола Павла. Всё его дом сгорит, но сам спасётся, но как бы из огня. На этом основании целый ряд святых отцов. по крайней мере порядка десятка, не меньше святых отцов. Наши богослужебные книги, особенно кто их, пасхальные богослужения и так далее, говорят, да, страдания будут. Они будут вечными, поскольку вечность этой категории не временная, а совсем другая. но не бесконечными. Вот здесь две точки зрения святых отцов даже. Мы об этом тоже с вами поговорим. О каких отношениях сочетается духовная жизнь и социально-психологический и экономический комфорт? Равенство, неравенство, сосложение. да, да, ну, вы знаете, знаете, так сказать, вопрос это достаточно большой. Когда Иларион Троицкий, инспектор дореволюционной нашей академии, еписк, последний, архиепископ Верейский, так, читал как-то однажды лекцию, то студент стоит, говорит, может вопрос? Да, пожалуйста. Вот вы всё хорошо это говорили, всё хорошо, но вы не сказали самого главного. Он говорит, да, что такое? А что может сделать наша академия для революции? Вы об этом ничего не сказали. Он бедный, всё, у него садзи язык отнялся, он сел, потребовал оберьянки, его отпаивали оберьянкой. Оберьянка, знаешь, что такое? Ну, по неверному названию валерьяновые капли. Оберьянка, по-моему, лучше. Что наша академия должна сделать для революции? Он об этом не сказал, упустил. Вот. Так и здесь. Я вам скажу только сейчас, по крайней мере, одно. Потому что об этом это действительно, чувствуете, вопрос достаточно большой. Дух творит себе формы. Слышите? не надо забывать. мы знаем. Мы знаем. все приняли христианское начало жизни. Приняли бы. Что было бы на земле? Действительно было бы равенство. Действительно было бы уважение. Действительно было бы милосердие друг к другу. Действительно была бы справедливость. Действительно была бы любовь, действительно было бы материальное благополучие, ибо каждый другого о другом заботился, как о самом себе. Это принцип. Вы слышите? И чем больше это духовное начало, христианство, возрастает в человеке, тем больше это будет выражаться в его жизни и деятельности, ибо любовь – это сила активная, слышите? Она не может не действовать. Мать не может стоять и равнодушно смотреть, как дом загорелся, а у неё там младенец лежит, плачет. Я его люблю. Погибнет, бросится в огонь, чтобы спасти ребёнка. Любовь – это активная сила, но эта любовь правильная, о которой говорит христианство, приобретается правильной христианской жизнью. Вот такой общий принцип. О, если бы только он воплощался в жизни, совершенно другое было бы и политическое устройство, и экономические отношения, и хозяйственная вся жизнь. О, если бы только было так! Вот какая зависимость! Если пойти наоборот, что и делает то, что мы именуем миром, всё идёт вверх тормашками. Революции производят, экономические перевороты, рабы становятся господами, господа становятся рабами. То был Советский Союз, так теперь демократия. И теперь такой разрыв демократии между богатыми и бедными, до которого, наверное, никогда и в истории не было. Да здравствует зато демократия! То есть власть народа! Правда же, интересно? Народное достояние – нефть, газ! Что? Каждый из людей получает из этого своего достояния. в частных руках и повышает себе цены, хоть бы что. Это на моё достояние. Они повышают, как они смеют. Слышите? Корень всего этого где? В душе человека. Дух, почему Христос и пришёл, как опытный стратег, и все силы бросил сюда. Здесь, если мы будем, душа будет наша освящаться и становиться святее, тем святее будет и окружающая нас жизнь. Как сказал Серафим Саровский, стяжи дух мирный, и вокруг тебя спасутся тысячи. Не думайте, что речь идёт только о спасении небесном. Неразрывны в человеке эти два начала – духовные и материальные. Ну, вот так примерно. Насколько важно выработать сейчас иммунитет в нашем подрастающем поколении, иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником Церкви, её членом. Продолжение следует...